Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С трудом идет, но идет Считается На повтор считается Погадаю опа-бар в ту сторону через книжку Это нормально, но мне кажется, что даже не долетел Из большого фото в маленький локдаун А я буду делать локбэк Обучалка от Юрца Для команды из стулы локбэка Короче, локдаун в тюрьме Видно, что вообще не понял, как делать трюк Но и такое вряд ли повторить можно с нескольких попыток Не, вообще Итак, счет 1-0 В пользу калужских райдеров И гадает Кто-то из стулы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Даша Тейргребчик Давайте загадай несложный трючочек Вот Волтеп Волтеп От Фейти Такой грохот был Это жесть Я думаю, ребята повторят Я тоже так думаю Давайте я попробую Отлично Ну первый блин комом, но я думаю со второй сделает Паш, а ты как думаешь? Нормально, нормально Хотя бы до стены доехал Так что если сейчас не оботрется То может и сделает трюк very easy Чебас говорит very easy Так что сто пудов бас делает Давай, давай, делай, делай Маликан 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 Изначально прыгнуть И все Потом А под оценку Когда-то Лесна Я сделаю Давай, ты Давай, че Гадаю Pop tomato ριqué Ноли easy С грани Ниспании Блю Блин Прям Круто Это круто, но я думаю, будет повторять только Никита Анохин. Я загадываю Смит на тот кодер, наверное. Чуть-чуть промазал, и не получилось. Фипбол по серии на нолибар. Фипбол по серии на нолибар. Давай, Вить, собакки все. Гадаю на подкате Тейлвип. О, круто! Тейлвип! Давай! Не получился. Довольно это самый сложный фазовый трюк. И сегодня он не на стороне Никиты. Тогда лайк вниз по грани на Изи Ван Эти. Лайк на Изи Ван Эти, вниз по грани. Сделано! Все, уберите муку. О, ну, натикшем. Вот, никуда берете все. Тейлвип на футжер. Тейлвип на футжер. Довольно тяжелый такой техно-элемент. У Ярца он получался раз через три раза. И вот он получился на загаде. Самое главное. Давай. Буду проводить я. Парень на фрикостере. Из-за этого тяжело. Нельзя поддавить педаль и устоять на тэпе. Чтобы на футжем еще перепрыгнуть. Так это вообще сложно очень. Было близко! Поплутовый, Смит, Скат, Фибол и Нахарк. Загадываю лукдаун или тюрндаун. Пишите в комментариях с вылетом фандбокса в приземлении. Или даже не в приземлении, а просто как угодно. Можно на стол, можно в призем, там, в трансфер. Да, на фандбоксе. Ну, короче, педаль и переднее колесо на грани остановились. Вот, вниз. Среднее колесо на грани остановились. Довольно четко. Мне кажется, легкий. Да, 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 все четко. Колесо не коснулось земли. Все хорошо. Слишком много Никита взял ходов прям. Я просто умею этот трюк. Йоу. Никита все-таки после долгого обсуждения решил, что будет брать Малеком. Есть возможность сделать этот трюк и не получать вторую пупу команде нашей. Сейчас посмотрим. Я загадываю вот в этом квотере Моллибар на фейке. Супер четко. Это ванете умеет это делать. Чем не. Ноузмену под фейке. Нет, все-таки не получилось. Хотя, Моллибарами он владеет. Итак, счет 5-2 в пользу наших ребят. Я гадировал по дабл, ванете и в пейке 3. Йоу. Как тебе такой трюк? Отлично. Замечательно. Более. Более. Не получился такой закат. Счет 5-3 и Никита оправдывается тем, что в скейт-парке очень скользко. Гадаю, мынул от начала подкат с той стороны на дизастер на ванете. У Никиты хорошо с такими техно-трюками. Манул, 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 манул. Дизастер. Эх. Не получилось. Когда его побор, так же через того, как прошло. Он повторяет попытку на Опасит Барсфир через Сол. Я думаю, повторять будет вот этот человек. Да, мы будем пробовать. Первая попыточка примеряется, скорее всего, потому что на раскатке делал, не помню, конечно, в призем он делал или нет. Давай, давай, давай. Хорошо. По-моему, все четко оправдалось. Считается, считается, да. Ну, не с первой, конечно, как лошара, но нормально. Второй тоже пойдет. Фанбоксинг. Другой фанбоксинг. Фиббол, хард, хардванетчи на фулках. Паут отыграть. Очень круто. Я не знаю, сосчитают такое? Да, сосчитали. Никита едет повторять. Ой, блин, чуть-чуть не хватило. Конфигурация парки чуть меньше, чем возможности Никита Анохина. А это кто приехал? Это приехал Альбертыч и Веня. Кариму задавил. Никита уже начинает раздражаться с того, что не получается загадать и не получается повторить некоторые трюки. 5-4. 5-4. Счет уже такой начинается. Буду пробовать задать балрайд на ту стену. Да никто это не будет повторять. Выиграли мы. По-моему, это был самый высокий подлет Романа. Мясо, мясо, мясо. Ну что, будешь делать? Ну, давайте попробуем. Я, конечно, не уверен, что это нужно делать. Будет повторять райдер. Такой довольно-таки серьезный трюк. Это тульская школа тут, ребята, как бы серьезные. Вообще вопросов нет. Айтем Альбертович! Привет всем. Оп. Прелесть Game of Bikes. Мотивирует на какие-то просто беспашенные трюки. Чуть-чуть не так, конечно. Наклончик нужно. С каждым разом вот как будто бы страх уходит от него, но все-таки сдается. Понимаете, что не добрать. Братва, как-то без закрывашки так резко видос закончился. Чуть по поводу Game of Bikes. Ехал я туда, честно, прям с диким азартом и с такой, как на последнюю битву, можно сказать, собирался. Потому что думал, что там будут все ветераны тульского BMX Sport, а именно Костян Осин. Это вообще с диким опытом. Невероятно экстремальный чувак. И он точно бы повторял бы все трюки. Пробовал бы их повторить. Также я думал, что будет Никита Пахом. Тоже очень скилловый чувак. Но тульская команда представлена была очень, на самом деле, сильными скилловыми райдерами. Но достаточно молодыми. Опыта у них гораздо меньше, чем у ветеранов тульского BMX Sport. Поэтому, на мой взгляд, чуть-чуть преимущество было на нашей стороне. Хотя в формате Game of Bikes, конечно, это могло быть качнуться абсолютно в любую сторону, в любой момент. Ребята явно чуть посильнее и специализируются на таких техничных замутах с всякими гриндами, балансами. На нашей стороне были более чуть стабильные, может быть, даже более где-то простые какие-то лип-трючочки. Где-то каких-то пару эйр-трюков. И этого хватило для победы. Вот. Сейчас обязательно приглашаю тульяков, конечно, на матч реванш в Калуге. У нас открылся новый скейт-парк. Пока что открытый. Вот. Но прям новый, кайфовый. И очень универсальный. Там есть все. И обязательно приезжайте. Раскатим. Также сыграем в байк. Что-нибудь подснимем. Будет прикольно. И отдельно хочу сказать, выразить слова благодарности тем, кто причастен к этим контестам. И особенно к созданию крытого скейт-парка в Туле. Это большой шаг для развития тульского экстрим-спорта. И вот Дмитрию, который, собственно говоря, опустился в эту авантюру, взял на себя всю эту движуху. Огромный респект за это. И я надеюсь, что дальше парк будет процветать. Хотя, конечно, сейчас очень непросты. Самые непростые времена настают для крытого скейт-парка. Это весна. И вот всех туляков прям призываю на самом деле поддержать этот проект. Просто напишите прям Дмитрию, да, и всем, ну, кто там администрации скейт-парка. Спросите, чем мы можем помочь, чтобы сохранить этот скейт-парк. Потому что, ну, шансы большие, что скейт-парк может просто весной закрыться. И если весной закроется, не факт, что энтузиазма хватит его открыть к зимнему сезону. Поэтому я думаю, что есть смысл все вместе собраться, да, и как-то чуть-чуть посодействовать сохранению скейт-парка и дальнейшему его развитию. Да, ребят, и еще вот создатели же подобных специализированных объектов, будь то скейт-парк или магазин, они же и в целом всю индустрию двигают. Смотрите, сколько зимой, да, в туле крутых контестов было по всем направлениям. И по самокату, и по скейтборду, и крутейшая движуха была, и райдеры из Москвы профессионалы приезжали. И по BMX, конечно, и в формате Game of Bike, и классический контест. То есть помимо того, что просто есть скейт-парк, еще это все двигает в целом всю индустрию, включая контест. Так что вот такие объекты точно надо поддерживать. Не, ну по этому делу я просто знаю, чего это стоит, насколько это непростая задача. Это может, к сожалению, держаться пока что только на энтузиазме. Какой-то на коммерческой составляющей это практически не работает, но он тоже до поры до времени. И это, конечно, только либо всеобщая поддержка должна быть таких объектов, либо это, конечно, я думаю, что от города должна идти какая-то поддержка таких объектов социальной направленности. Что, я думаю, что в дальнейшем придет к этому и в Туле, и в Калуге, я надеюсь. Все получится. Я вот верю почему-то. Я не устаю верить в то, что все получится. Все, респект всем, кто был с нами. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok